Малой спит. Вон там у нас навигатор. Видите, в коляске? Там просто дождь сейчас будет и мы хотим успеть дойти до нашей машины. Здесь ребята развлекаются радио... ой-ой-ой-ой. Катастрофа. Вертолеты летают. И разговор сегодня будет о адаптации и о разных ее восприятиях. Много-много всяких разных негативных мнений вокруг, что приехавшие сюда моментально ничего не делают и занимаются только адаптацией других приезжих. И, типа, они так думают, типа, так и надо, типа, все нормально. Вот. Они бездельники, они ничего не могут и, ну, в общем, все-все-все-все понимают, все читали об этом. Вот что можно сказать по этому поводу. Сама адаптация воспринимается как помощь. Наверное, от этого и есть все проблемы. Воспринимайте ее как работу. Я буду говорить от себя, скажем так, чтобы было более понятно. Я сюда приехал в марте, сейчас август. У меня довольно много скопилось информации, которую я получил самостоятельно, никого не просил, тратил на это свои силы, свое время и свои деньги. И многие говорят, типа, вот ты приехал, ты вот все знаешь, почему ты другим помогаешь за деньги. У них же проблемы. Я не отвечу, что я не помогаю, потому что у меня эти проблемы уже решены, что мне же никто не помогал, я тоже не буду помогать. Нет, не из-за этого. Логика простая. Вы приехали, и вам нужна какая-то информация. В частности, вас нужно встретить, вам нужно сделать апартаменты, открыть счет в банке, сдать на права, телефон, включить. Очень много всяких разных таких обывательских вещей, которые вы не знаете, как делаются. Вы рассчитываете на чью-то помощь. Человек тратит на это дело время. Ну, в частности, вот я, да. Я еду с вами, занимаюсь с вами весь день. Это занимает порядка недели. В конце месяца меня лендлорд спрашивает. Вот счет за аренду. Я ему скажу. Слушай, я тут помогал другим приезжим. Давай я не буду платить. Как вы думаете, что он мне на это скажет? Он мне скажет, пошел лесом. Соответственно, кто-то должен это дело оплачивать. Дома мне спросят, поехали в магазин, я отвечу. Я же помогал. А они мне скажут, что? Вася, ты идиот? Я скажу, что нет. Смотри, фонтан бегай. Так что рассчитывайте это как будто, даже и не как будто, что вы выступаете работодателем. Я работаю на вас в течение недели. Вы оплачиваете эту работу и получаете конкретный результат. Потом вы можете за него спросить. Каков он? Ну, я вам могу дать гарантию, что он будет качественный. Вы получите ровно столько информации и результата, за сколько вы заплатили. Не меньше, зачастую еще и больше. Поэтому, опять же, помощь – это помощь. Работа – это работа. И различайте эти понятия. Если хотите, я могу сейчас бесплатно сказать советы, как все сделать. Они очень простые. Как открыть счет в банке? Идете в банк и открываете счет. Как подключить сотовый телефон? Приходите к оператору, выбираете тариф и подключаете себе сотовый телефон. Как снять апартаменты? Это еще проще. Приходите в апартаменты и снимаете апартаменты. И с правами там очень просто. Приходите и сдаете на права. Так что, если советы, ради бога. Позвоню, скажу, что знаю. Если вам нужен качественный результат работы, вы это получите. Но это стоит денег. Это везде так. Бесплатно. Здесь никто ничего не делает. Всем нужно платить счета. Поэтому все подобные высеры либо прекращайте, либо воспринимайте это так, как я вам предлагаю воспринимать. Ну и все. Пока-пока. Пока-пока.